Привет, YouTube! С вами Тарас Юрист. В этом видеоролике я хотел бы поговорить о том, когда ГАИшники могут забрать машину у вас во время ДТП. Это в основном происходит. Это меня натолкнуло снять это видео, то что уже такое происходило неоднократно. Они изымают машины, следователи ГАИ, в частности, изымают машины, насколько я знаю, и просто ГАИшники, даже те же самые, которые приезжают на место дорожно-транспортного происшествия. Значит, как они это все мотивируют, чем объясняют? Типа того, что произошло ДТП, для того, чтобы экспертное какое-то заключение сделать, они должны изъять вашу машину на эвакуаторе, вывезти ее на штрафплощадку еще какую-то ихнюю, и вы, в общем, оплачиваете за это деньги, за вывоз этого автомобиля, за эвакуатор, за все, короче, вы оплачиваете. Что надо сделать, чтобы этого не было? Значит, не давать ему забирать вашу машину. Ясняю, на что надо сослаться. Есть статья 214, часть 3 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В ней сказано о том, что запрещены все следственные действия без внесения в реестра. То есть, на месте они в реестра внести не могут, они должны сесть хотя бы за компьютер и сделать это. На месте это физически сделать невозможно, чтобы вы понимали. Ну, за исключением срочных следственных действий, но оно к этим не относится. Поэтому надо требовать того, чтобы вам ваше транспортное средство вернули и не изымали. Обязательно это требовать. Что еще хочется сказать? Допустим, я там адвокат, не скажете, мне проще, я знаю законы и все такое. Что надо делать простому гражданину, простому гражданину? Надо физически встать перед своей машиной и не давать забирать ее. И ссылаться на что? Что надо решение суда. Если будет решение суда об изъятии, об аресте транспортного средства, то да-да, просто так забирать для экспертизы они не могут. И предлагайте в тот же момент написать сохранную расписку. Пишите расписку, что вы будете ее охранить, не будете там ничего с ней менять и так далее. И на самом деле, сами грешники это, особенно следователи, прекрасно знают, что без решения следственного судьи нельзя забрать ни у кого на сегодняшний день машину. Это сто процентов, я вам говорю, как адвокат, который не раз занимался делами по ДТП и уголовными в том числе. Что становитесь, перегораживайте, не дайте. Желательно какую-то там иметь видеофиксацию, мобильный телефон, поставили его в режим, чтобы вам никто не звонил, снимаете и звоните в линию 102, говорите, что сотрудники милиции превышают свои должности и полномочия и без решения суда изымают вас. Встали перед этим эвакуатором, никто вас, поверьте, ничего не заберет. Час, два, три отобьете свою машину, потому что вы в противном случае попадаете на очень большие деньги. Это деньги за эвакуатор, деньги за хранение, потом какие-то взятки они начнут, как всегда, вымогать этим милиционерам. Это чистый ментовский беспредел, я по-другому не могу сказать. Так что стойте, настаивайте, видеофиксация, звоните 102, перегораживайте, не даете забрать ваше транспортное средство, потому что оно ваше, это ваша собственность, надо это запомнить. Так же самое и документы, не надо им их передавать в руки, вы не должны это делать. В принципе, все, что хотел сказать. Если видео было полезно, ставите пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю за внимание.